Жуткие кадры из прежде необыкновенно красивого центра Киева. Украинский депутат Колесниченко сообщил, что только в декабре служба безопасности Украины выдворила за пределы страны более 200 иностранных экспертов, которые готовили погромы и боевиков. Вадим Колесниченко у нас на прямой связи. Вадим, здравствуйте, скажите, как удалось вычислить эмиссаров и откуда они пребывали на Украину? В основном это люди были из Европы. Вот последний заезд, который мы сегодня имеем по центру КМСБ, это более 100 человек, которые заехали уже под видом журналистов. Часть из них это ребята, которые работали в России, девушки. Их задействовали в программе Навального, мероприятие, которое они там готовили. Часть из Белоруссии, ну это люди, которые живут на европейско-американские генге, это эксперты в области организации психологической войны и эксперты в области обеспечения рукопашного боя в условиях города. Скажите, пожалуйста, если заговор раскрыт, то почему не арестованы заговорщики, а милиция только несет потери? Пока, слава богу, ранеными. Для того, чтобы локализовать эту заразу, которая находится в центре Киева, в трех захватных зданиях, мы прекрасно понимаем, что это сделать без тяжелых потерь, без громадного кровопролития в принципе не удастся. Поэтому публичность этих событий и привлечение внимания общественности к этому позволяет раскрыть карты. Вот для этого и нас снабдила эта информация, чтобы мы могли ее оперировать. Потому что события, которые в воскресенье вечером произошли, на самом деле эти штурмовые группы и не планировали захват зданий и учреждений. Если проанализировать, что произошло после вот этого нападения на работников милиции, через час-полтора американцы разразились с заявлением о том, что власть не должна бить мирных протестующих, и что она должна вывести спецподразделение из центра города. Но на самом деле они поторопились. Власть четыре часа подряд просто пассивно оборонялась. Следовательно, это была схема подготовки международного давления на власть с целью ее повалить. То, что мы видели последние полтора месяца. Еще один вопрос. На улице Киева пришла нацистская, откровенно нацистская риторика. На названных лидеров Кличко, Тегнебока, Яценюка толпа откровенно плюет. Кто же командует парадом в Киеве и за его пределами? Вот в этом-то и есть самая главная проблема. Эти лидеры не являются лидерами. Переговоры с ними вести сложно, потому что их эти банкформирования отвергают. Но по всем оценкам, конечно же, деньги затрачены большие, и это ружье должно выстрелить. Поэтому я полагаю, что ключи, конечно, ведут на Запад. За последние 10 лет в Украину влили до 10 миллиардов долларов для становления так называемых институтов демократии. Это сотни, это тысячи различного рода организаций, которые так по команде подпевают одни и те же мантры, либо распространяют лживую информацию о погромах со стороны Беркута, о мирных жертвах и прочее. То есть эта схема уже давно американцами отработана, и последние годы она работает сегодня в арабских странах. Радует, что МИД нашего государства неделю назад сделал серьезное предупреждение части всех дипломатов, которые раньше принимали участие в антипросетах Китинга. Сегодня, в соответствии с законом о дипломатической службе, они уже уведомляют МИД о том, что они куда-то собираются двигаться. И стали в своих высказываниях аккуратнее, потому что уж слишком было видно их желание спровоцировать гражданскую войну в Украине. Спасибо вам огромное. Из Киева на связи с нашей студией был депутат Верховной Рады Украины Вадим Колесниченко.